МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ясное летнее утро не предвещало ничего плохого. Тишину тайги нарушали только паровозные гудки на Транссибирской железной дороге. Через мгновение небо озарила нестерпимо яркая вспышка. Затем всё вокруг погрузилось во тьму. Раздался грохот мощного взрыва. За 700 километров от места взрыва лопались барабанные перепонки. Две взрывные волны облетели планету. Мощный толчок зафиксировали сейсмографы в Америке. В Лондоне ночью на улице можно было читать газеты. В Германии облака светились до самого утра. Над всей европейской частью России целый месяц стояли белые ночи. В тот день, 30 июня 1908 года, цивилизация была на грани уничтожения. Листок старого календаря, на котором описывался взрыв в сибирской тайге, русский учёный Леонид Кулик обнаружил, разбирая архивы. Казалось невероятным, что всего за 20 лет человечество забыло о такой страшной катастрофе. Идею об экспедиции поддерживают такие известные учёные, как академик Вернадский и даже нарком Луначарский. Первая поездка в Сибирь приносит ошеломляющий результат. Кулик находит сотни свидетелей гигантского взрыва. Первыми жертвами катастрофы были коренные жители этого региона, Эвенки, или, как их называли раньше, Тунгусы. По их рассказам, взрыв уничтожил огромный участок тайги. Учёные понимают, где-то там, в непроходимых местах, произошла небывалая по своим масштабам катастрофа. Обследуя доступные участки, Кулик находит более 20 метеоритов. Что это? Осколки громадного космического объекта, упавшего на Землю в начале 20 века? Вернувшись в Москву, Кулик готовит другую, более подготовленную экспедицию. Он хочет добраться до эпицентра взрыва. Но его планы встречают неожиданное препятствие. Только недавно из рассекреченных архивов стало известно, что тунгусской загадкой заинтересовался сам глава ВЧК Феликс Дзержинский. Особый отдел под руководством Глеба Бокия предлагает организовать собственную экспедицию в район Тунгусского взрыва. В те годы, когда работал Кулик, все работы, геодезические работы, они курировались в ВЧК и НКВД. Поэтому проводить самостоятельно какие-либо работы в этом районе было достаточно сложно. Причины интереса ВЧК к тунгусской загадке до сегодняшних дней не выяснены. Не все архивы пока рассекречены. Поэтому трудно понять, чем мотивировал Бокий свой интерес к этой теме. Скорее всего, ответ скрывается в том, чем занимался его особый отдел. Официально эта секретная лаборатория работала над созданием новых шифров. Но специалистов из отдела Глеба Бокия интересовали куда более странные вещи. От поисков абсолютного знания в Тибете до оперативно-прикладной психологии. К работе лаборатории привлекали даже специалистов по оккультизму. В 1937 году начальника спецотдела Глеба Бокия расстреливают по обвинению в попытке управлять высшим советским руководством с помощью тайных сил. Что такое человек рассчитывал найти на месте падения космического пришельца в Сибирской тайге? Свою экспедицию чекисты решили не организовывать. Дело это дорогостоящее, хлопотное, да и неизвестно, что они там найдут в тайге, а если ничего, кто понесет за это ответственность. И они поступают по-другому, как было принято в то время. Внедряют в состав экспедиции своего человека. Нам удалось найти в документах имя внедренного в состав экспедиции агента Сергей Темников. В экспедиции он числился рабочим. Регулярно писал доносы, в которых утверждал, что кулик не по назначению расходует народные средства, собирает какие-то камушки, в бутылки наливает болотную грязь и воду из ручьев и говорит, что она имеет большое значение для советской науки. Самое невероятное, что в своих регулярных секретных отчетах Темников уверял, что никакого взрыва в тайге вообще не было. И ученые обманывают советских трудящихся. Более всего меня удивило то, что автор этого доноса утверждал, что весь этот гигантский вывал площадью 2000 с лишним квадратных километров образовался благодаря лишь ветровалу. Это было более чем странным заявлением, поскольку существовали сотни, даже тысячи очевидцев, которые видели полет этого гигантского болида и видели, собственно, район катастрофы. Сами Ивенки, впоследствии даже никого туда не пускали, поскольку он был просто грандиозен. 1928 год. Весна. Кулик уже в третий раз пытается добраться до эпицентра взрыва. Исследователям предстояло на санях отправиться вдоль реки Ангары. Местность становилась все более дикой. Ночи проводили у костра дрожа от холода. Но когда исследователи добрались до крайне обитаемой точки фактории Иван-Навара, возникло неожиданное препятствие. Ивенки наотрез отказались сопровождать экспедицию к месту взрыва. Они верили, что бог огня может опять разгневаться и поразить всех невидимым огнем. Мы приближаемся к той же точке, где остановилась экспедиция Кулика. Ивенки, которые живут здесь сегодня, потомки тех людей, которые были свидетелями Тунгусской катастрофы, или, как они верят, страшной кары бога огня. К их стоянке наша группа пытается добраться на военном вездеходе. Даже этот артиллерийский тягач пришлось переставить на более широкие гусеницы от танка. Иначе здесь не пройти. Напряжение в наше путешествие вносил молодой водитель тягача. Он вел машину на максимальной скорости, полностью полагаясь на технику. Неожиданно вездеход почти полностью уходит под воду. Нам удалось выбраться через верхний люк и спасти свое снаряжение. А вот машину без посторонней помощи вытащить было невозможно. Только на следующий день при помощи трех бульдозеров удалось вытянуть вездеход. Невозможно даже представить, с какими трудностями приходилось сталкиваться экспедиции Леонида Кулика в 30-х годах прошлого века. Видимо, в этих местах был и остается только один транспорт, на котором можно ездить, ничего не опасаясь. Это проверенные многими поколениями ивенков олени. В своих дневниках Кулик описывает, как с большим трудом смог уговорить одного ивенка стать проводником. От фактории груз везли на лошадях. Повозки с тяжелыми бурильными установками то и дело вязли на узких тропах в непроходимой тайге. Люди страдали от цинги. Карты, взятые в Красноярске, оказались неточными. Все чаще встречались холмы, овраги и мелкие речки, через которые лошади с трудом перетаскивают тяжелый груз. Во время одной переправы Кулик чуть не утонул в ледяной воде. Покинув вездеход, мы ощутили под ногами влажную болотистую почву. Идти приходится буквально, переступая с кочки на кочку. На сухом пригорке нас ждал Валу, опытный охотник. Его предки пережили Тунгусскую катастрофу. На время экспедиции он стал для нас проводником, учителем и помощником в одном лице. Он повел нас в свое стойбище, где мы могли отдохнуть, прежде чем продолжить путь к центру катастрофы. Нас встретила приветливая девушка, оказавшаяся внучкой Валу. Времени мало, но мы решаем провести в лагере несколько дней, надеясь услышать много интересного от Эвенка о взрыве в тайге. Ведь рассказы об ужасном событии дословно передаются здесь из поколения в поколение. Когда произошел взрыв, все подумали, что наступил конец света. После взрыва на них обрушилась буря чудовищной силы. Эвенкийские чумы, оленей и людей подбросило в воздух. Жар был такой силы, казалось, что одежда горит на теле. Тысячи оленей погибли в тайге, а сколько людей, не знает никто. Когда ученые подошли к берегу реки Чамбэ и поднялись на самый высокий холм, глазам открылось страшное зрелище. Вокруг до самого горизонта лес как будто бы был срезан гигантской бритвой под корень. Исследователи медленно двинулись дальше. Сначала встречались деревья бессучьев, листьев и коры, торчавшие из земли точно столбы. Вскоре окружающий пейзаж уже напоминал картину апокалипсиса. Повсюду валялись могучие ели, сосны и другие деревья, надломленные и обрубленные. Чудовищная сила расшвыряла их, словно спички по сторонам. Отряд прокладывал себе путь с помощью ножей и топоров. Все деревья лежали верхушками на юг, корнями на север. Это означало только одно – кратер нужно искать на севере. Кулик спешит. Его охватило нетерпение исследователя. Казалось, разгадка ужасной катастрофы уже близко. Ивент, сопровождавший группу, увидев следы разрушения, был настолько потрясен, что отказался идти дальше, чтобы не навлечь гнев богов. Кулик был вынужден прерывать путешествие и возвратиться в факторию Вановара. В фактории пополнили запасы продуктов и, наняв другого проводника, приступили к строительству лодок. Для себя Кулик решил, ни за что на свете он не упустит шанс разгадать тайну небывалой катастрофы. Проваляясь к месту катастрофы, Кулик был убежден, что там выпал метеорит. И по всей вероятности железный метеорит. Путь к центру катастрофы занял три месяца. Но когда экспедиция с трудом преодолела последние завалы вековых сосен, глазам ученых открылось невероятное зрелище. В центре огромного круга, точно очерченного поваленными деревьями, находилось болото. Но где же гигантский кратер, который должен был оставить падающий метеорит? В поисках разгадки исследователи проводят топографические замеры, берут пробы воды и грунта. В своих дневниках Кулик писал, что результаты даже бегалого исследования превзошли самые смелые ожидания и были ценнее рассказов очевидцев. Когда настала пора отправляться в путь, наш проводник начал неожиданно тянуть время, придумывая самые невероятные причины. Было видно, что он чего-то боится. Валов друг собрался на охоту, сказав, что прежде чем пойти в такое гиблое место, нужно спросить разрешение у духов, а к духам без подарков идти нельзя. Валов, прихватив собаку, отправился на охоту. Собаки являются надежными помощниками эвенков. Хорошая лайка – гордость охотника. Валов, глядя на свою собаку, говорил, «Лучше потеряю жену, чем этого пса. Он спас меня от смерти, оттащив от медведя». Медведь для эвенков не просто зверь. Они считают этих сильных, опасных хищников своими далекими предками. Эвенки даже никогда не называют этого зверя медведем, а говорят, «Старик, дедушка». Эвенки устраивают медведю настоящие похороны. Голову и лапы звери кладут на специальный помост. Здесь верят, если не похоронить медведя, то его дух погубит охотника. Вал уведет нас к священному месту, чтобы сделать подношение, положить мясо на блюдо из лосиных рогов. Валу просит удачи для нашей экспедиции, чтобы бог огня был к нам милостив. Наконец, можно отправляться в путь. Видно, что наш проводник без особой радости собирается в дорогу. Эвенки сто лет спустя боятся разгневать бога огня. Тайга здесь совсем не изменилась. С трудностями, которые описывал Кулик в дневниках своих экспедиций, мы встречаемся на каждом шагу. Завалы из деревьев, буреломы, болота – все это мешает нашему продвижению. Прорубаясь сквозь лес, я все время вспоминал рассказ Валу, который он еще мальчиком слышал от деда. Огромные тучи поднялись от земли и закрыли небо, а потом хлынул из грязи черный дождь. Оставшимся в живых, казалось, будто рухнул весь мир. Вернувшись в Москву, Кулик смог заручиться поддержкой на самом верху. Следующая экспедиция провела в тайге 18 месяцев. Исследователи получили в свое распоряжение самолет для аэрофотосъемки. Благодаря этому мы сегодня видим эти уникальные кадры. Черно-белое изображение не сохранило только одну важную деталь. При облете района наблюдалась необычная окраска тайги. Район в центре катастрофы разбили на участки и с помощью бурильных установок изучали маленькие кратеры или то, что за них принимали. Однако даже на глубине 34 метров следов метеоритов не нашлось. Разгадка невероятного взрыва снова ускользала. Что оставило эти многочисленные выбоины в земле? Куда делся этот гигантский кратер? Через год Кулик отправляется в свою последнюю экспедицию. Он упрямо продолжает искать остатки метеорита, но безрезультатно. К сожалению, эта версия впоследствии не подтвердилась. В настоящем времени не найдена ни грамма вещества, относящихся к Тунгутскому метеориту. Сегодня, сто лет спустя, шансы найти следы ужасной катастрофы невелики. Кругом вырос новый лес, большая часть тайги так и остается малоисследованной. Местные жители встречаются крайне редко. Как и времена экспедиции Кулика, нам приходилось греться ночами у костра и спать в не очень комфортных условиях. В первой экспедиции подметили одну деталь. И через 20 лет после взрыва тайга в этом районе была словно вымершей, хотя по краям падения леса буквально кипела жизнью. Потомство животных и растения, пережившие катастрофу, и сегодня носят следы многочисленных мутаций. По дороге мы собирали ягоды и грибы. На очередном привале Вала рассказал нам, что только в регионе, где произошел взрыв, грибы и ягоды намного крупнее, чем в других местах. Мы, конечно, ему не поверили, но вот у нас появилась возможность убедиться в этом на собственном опыте. Наш проводник рассказал нам, что в этом регионе и насекомые намного крупнее. Мы, конечно, ему не поверили, но вот у нас появилась возможность убедиться в этом на собственном опыте. Видимо, это результат генетических изменений, произошедших после взрыва, хотя прошло уже целое столетие. Только находясь здесь, начинаешь понимать, почему эвенки так упорно отказывались идти к месту катастрофы и даже рассказывать о ней посторонним. То, что для остального человечества было далеким и неизвестным взрывом, для эвенков было предостережением богов. Дух огня снизошел на землю, чтобы покарать грешных, считали они, и он может вернуться. Ведь по рассказам свидетелей катастрофы в тот день они увидели в небе огненную трубу, которая светила, как тысячи солнц. Многие эвенки впоследствии умерли от болезни, которая по симптомам напоминала лучевую. Очевидцы были люди разные, и особенно доверять им не следует. И потом, при таком космическом столкновении с атмосферой планеты, может возникнуть мягкое рентгеновское излучение, которое тоже действует на организм. Как и многие другие экспедиции, мы тоже взяли пробы воды и сделали спилы на деревьях, для того, чтобы получить результаты анализов в Москве. Но самое главное, мы нашли предмет, напоминающий осколок метеорита. Исследования показали, что материал в основном состоит из лантана и церия, ценных редкоземельных металлов, которые используют и в топливных элементах, и в производстве ядерного оружия. Однако природу этого материала нам объяснить не смогли. Возможно, это продукт неизвестных на Земле технологий. Так что после экспедиции у нас было больше вопросов, чем ответов. Как и сто лет назад, источник этого невероятного по мощности взрыва неизвестен. За все годы охотникам за Тунгусским метеоритом так и не удалось найти сам метеорит. Не найдено даже главного доказательства гигантского кратера, который должен был остаться на месте падения. Ученые выдвигали множество версий загадочной катастрофы. От взрыва антивещества до смертоносного луча Николы Теслы, именно в 1908 году, незадолго до Тунгусского взрыва, этот американский физик заявил в интервью «Нью-Йорк Таймс». Энергетические установки, под действием которых любая область земного шара может быть превращена в непригодную для проживания, можно построить уже сейчас. Недалеко от Нью-Йорка он построил свою знаменитую башню с огромным медным шаром наверху. Тесла хотел создать супероружие, в основе которого лежал принцип контроля над плазмой. Такие лучи смерти могли бы на большом расстоянии уничтожить любой объект. Но насколько успешны были опыты в беспроводной передаче мощных потоков энергии, до сих пор неизвестно. Он не оставил ни запечи, насколько мне известно, ничего, что было у него в голове. Было ли там у него рассчитано правильно все с точки зрения энергии, которая необходима для того, чтобы воспользоваться этим самым лучом. Исследование советских ученых в районе Тунгусской катастрофы прервала Вторая мировая война. Академия наук добилась освобождения Леонида Кулика от военной обязанности, учитывая его заслуги. Но он в возрасте 57 лет добровольно пошел на фронт, попал в плен и умер в концлагере в 1942 году. Мы израсходовали более 2 миллиардов долларов на крупнейшее научное рискованное предприятие за всю историю. На нас возложена огромная ответственность. Мы благодарим Бога, что она возложена на нас, а не на наших врагов. И мы молимся, чтобы он вел нас, чтобы мы использовали бомбу как угодно ему, в его целях. Смертоносный груз, сброшенный с американского самолета, взорвался над главным штабом японской армии в Хиросиме на высоте 500 метров над целью. Обратите внимание, взрыв произошел над землей, как и на подкаменной Тунгуске. Бомба, которую американцы, шутя, назвали «Малыш», стерла город с лица земли. Очевидцы рассказывали, что столб пламени достиг неба. Из вершины вырвался огненный смерч, который светил ярче солнца. Грохот взрыва, как и во время Тунгусской катастрофы, был слышен за сотни километров, а сейсмографы отметили колебания почвы по всему миру. Точно так же, как после Тунгусского взрыва, ночи стали светлыми, а в небе появились светящиеся облака. В 1945 году, после атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, споры ученых о том, что же произошло над Тунгусской, приобрели неожиданный поворот. Хиросима, одинокий человек с ужасом, оглядывая развалины города, вспоминал рассказ о венкийского шамана. Никогда ни наши дети, ни внуки, ни правнуки не смогут забыть того, что случилось. Был страшный грохот, облако, похожее на гриб, вытянулось до самого неба, не осталось ничего живого, деревья превратились в камень, даже трава там не растет, боги сожгли людей и оленей невидимым огнем. Этот рассказ был так похож на то, что осталось на месте японского города после ядерного взрыва. Человек вспомнил, что уже наблюдал стволы без листьев и коры, торчавшие из земли, словно телеграфные столбы. Он видел их на своей родине, в Сибирской тайге. Этим человеком был Александр Казанцев, советский физик, приглашенный в Японию вместе с сотрудниками Академии наук, чтобы ознакомиться с последствиями взрывов. И только здесь, в Хиросиме, он понял, почему овенки боялись даже близко подходить к месту загадочной катастрофы в тайге. Эти кадры вряд ли оставят кого-то равнодушным. Количество жертв ядерной бомбардировки Японии исчислялось сотнями тысяч. Те, кто не погиб сразу, получили высокие дозы радиоактивного облучения. Людей, которых мы видим на этих редких и долго запрещенных кадрах, как в СССР, так и в США, уже давно нет в живых. Вернувшись домой, Казанцев сравнивает фотографии и кадры хроники, отснятые в Хиросиме и в районе Тунгуски. Сходство более чем очевидно. Он тщательно собирает информацию о событии 1908 года. Но каждая новая версия приводит к одному и тому же выводу. То, что произошло в окрестностях реки подкаменной Тунгуски, не похоже ни на одну природную катастрофу. Вскоре после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Казанцев публикует в журнале «Вокруг света» рассказ «Взрыв». На ученых его версия действительно произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Он был первым человеком, который публично заявил, что Тунгусское небесное тело могло быть внеземным межзвездным кораблем, ядерный двигатель которого взорвался над Сибирской тайгой во время вынужденной посадки. Версия Казанцева о посещении Земли пришельцами не выглядела такой уж дикой и нелепой. По странному совпадению именно в 1947 году в окрестностях американского городка Розвелл разбился неопознанный летающий объект. Очевидцы утверждали, что около обломков аппарата лежало несколько странных тел. Военные тут же оцепили район падения. Больше ни сам аппарат, ни тело никто не видел. А средства массовой информации объяснили, что разбился метеозонд. Но почему правительство США тут же засекретило эту тему? Главным свидетелем был местный фермер. Ночью он слышал какие-то взрывы, но принял их за раскаты грома. И только утром увидел на поле металлические обломки странного происхождения. Но то, что он нашел, известно только с его слов. Ведь никаких протоколов не захоронилось. Хотя сам факт находки известен, об этом много писали, он сомнению не подлежит. Он рассказал об этом шерифу в Розвеле. Через час на место падения прибыли военные. Поначалу они отнеслись к находке скептически и даже поделились информацией с журналистами. Со слов военных газет так и написали, что удалось наконец-то обнаружить летающий диск пришельцев. Но буквально на следующий день представитель ВВС США выступил с опровержением. Он утверждал, что у Розвела разбился обыкновенный метеозон. Эта версия на долгие годы стала официальной позицией американского правительства и командования ВВС. Однако, вопреки официальной версии, стали появляться многочисленные догадки и гипотезы. Многие считали, что разбившийся объект был советским самолетом-разведчиком. Ведь в СССР пристально следили за ядерными испытаниями, проводившимися всего в 100 километрах от Розвела. Версия выглядит логично, хотя ни одного подтверждающего документа до сих пор не обнаружено ни в российских, ни в американских архивах. Фермер, нашедший эти странные останки, хотел дать интервью для радио, но ему позвонили из Вашингтона и настоятельно рекомендовали этого не делать, после чего он больше не вспоминал о странном происшествии. Все, что нашли на поле, было вывезено на специальную базу ВВС США. Когда через несколько десятков лет конгрессмен из штата Нью-Мексико направил запрос в Министерство обороны США, он получил ответ, что в архивах нет никаких данных об этом событии. Долгое время неофициально поддерживалась версия о земном происхождении летающего объекта, разбившегося под Розвеллом. Похожие летающие диски еще до войны разрабатывали немецкие конструкторы. В архивах Третьего Рейха сохранились документы, показывающие, что они были близки к созданию аппарата, который по своим летательным способностям превосходил все известные образцы того времени. Если верить документам, летающие тарелки нацистов могли парить в воздухе вопреки всем законам гравитации. Существует версия, что несколько опытных аппаратов было создано под руководством Гиммлера в последние годы войны. В то время Германия в этом направлении была ведущей страной, и в аэродинамике они открыли много нового. Поэтому ничего нет удивительного, что такие аппараты существовали. Что стало с этими дисками после войны, неизвестно. По одной из версий, они вместе с частями ракет Фау-2 и всей документации были вывезены американцами сразу после капитуляции. Так что разбившееся под розвалом НЛО вполне мог быть земного происхождения. Отсюда и невероятная завеса секретности со стороны американских военных. Эта версия долгое время считалась одной из наиболее вероятных. Пока в середине 90-х годов не появился некий пожилой человек, который предложил на продажу сенсационный фильм. Кадры любительской съемки показывали вскрытие странного существа. Автор сенсации утверждал, что это единственная уцелевшая пленка вскрытия пришельца из летающего аппарата, потерпевшего катастрофу над Розвеллом. Если это не пришелец, то, скорее всего, результат глубоких генетических изменений, произошедших из-за облучения. Ведь не забывайте, что тело было найдено недалеко от тех мест, где проводились ядерные испытания. Все это говорит только об одном. Версия Казанцева о взрыве космического корабля над Тунгусской имела под собой все основания. История знает немало случаев, когда фантасты до мельчайших деталей описывали реальность. В начале 50-х ФБР вызывало на допрос знаменитого писателя Роберта Хайнлайна. Еще в 30-х годах он написал повесть «Злосчастное решение», где описал бомбу невероятной разрушительной силы, созданную, внимание, на основе урана-235. В той же книге писатель утверждал, что эта атомная бомба будет сброшена на крупный город, чтобы ускорить окончание войны. Что это было? Просто гениальное предвидение или нечто другое? ФБР установить так и не удалось. В 1948 году Казанцев выступает с докладом, в котором проводит параллель между бомбардировкой Японии и Тунгусской катастрофой. Он показывает ученым сейсмограммы сибирского и японского взрыва. Картина колебаний в точности повторяется. Во время атомного взрыва световой импульс создает температуру в несколько тысяч градусов. Этот поток лучистой энергии распространяется со скоростью света и сжигает все на своем пути. Следом, со сверхзвуковой скоростью несется ударная волна. Она может сбить пламя пожаров. Этим, возможно, и объясняется то, что многие деревья на месте Тунгусского взрыва обуглены, но не сгорели полностью. Следующий поражающий фактор проникающая радиация и последующее заражение местности. Так было в Хиросиме и Нагасаки. Поднявшись от взрыва пепел возвращался на землю черным радиоактивным дождем. А теперь вспомним рассказ выживших эвенков. Железные птицы с огненными глазами слетали с неба и поджигали тайгу. Огромные тучи поднялись от земли и закрыли небо, а потом хлынул черный дождь. Опять совпадение, скажут ученые-скептики. Но не слишком ли много совпадений? Несмотря на резкое отрицание его теории многими учеными, его доклад был опубликован в специальных изданиях. Его публикуют на Западе, что вызвало большую шумиху и острые споры. Утверждения Казанцева называют нелепыми и просто фантастическими. Самое странное, что фантастические идеи Казанцева задели за живое многих академиков. В газетах публикуются разгромные статьи о версии писателя. Все это больше похоже на специально организованную кампанию. Ведь в свое время даже выдвигалась версия, что тунгусский феномен может быть связан с испытанием американцами луча смерти Николы Тесла. И, может быть, именно следы чуда оружия искали в тайге экспедиции сначала под контролем НКВД, а в 60-х годах уже с участием специалистов в области ракетных технологий. Одним из участников такой экспедиции был космонавт Георгий Гречко. Лежал лес, причем вот такие деревья, в корнях вот такие камни, все это вывернуто, брошено, но как брошено? Все эти деревья, вот в радиусе 15 километров, диаметром 30, лежали корнями к центру этого вывола, а вершинами наружу. И вот, идя по направлению этих деревьев, ты приходишь в центр, где должна быть гигантская воронка, или где вообще должна быть выжженная совершенно местность, а там мы нашли растущие деревья, которые росли до этого взрыва и продолжали расти после этого взрыва. У меня есть вот срезы от этих деревьев, ну, как так. Это значит, что гигантский взрыв произошел не на поверхности, а в атмосфере, что только подтверждало новую версию Казанцева, которую он изложил в книге «Гость из космоса». Какой бы фантастической она ни казалась, в нее готовы были поверить многие. Сколько всяких проб набрали, он вежливо послушал, потом спросил, а кусок корабля нашли? Вот, к сожалению, куска корабля мы не нашли. неужели это был неопознанный летающий объект НЛО? Многие свидетели сообщали, что летящий болид резко изменил траекторию полета. Тогда получается, что неудачный маневр НЛО привел к катастрофе. Некоторые ученые, основываясь на показаниях свидетелей и математических расчетах, утверждали, что тело при приближении к Земле тормозило и уменьшало свою скорость. Значит, было управляемым. Но если действительно произошел взрыв атомных двигателей космического корабля, должны были остаться следы радиоактивных веществ. В спилах деревьев на месте катастрофы ученые обнаружили присутствие Стронция-90. Этот элемент попадает в атмосферу и почву только в результате ядерных испытаний или аварий на атомных станциях. И вот что важно. Еще Кулик обратил внимание на овальную форму погибшего леса. Некоторые ученые объясняют это тем, что взрывчатое вещество находилось в каком-то корпусе, в оболочке, и сам взрыв произошел над поверхностью Земли. Кроме того, экспедиции находили в тайге маленькие шарики. Химический анализ показал, что в них содержится кобальт, никель и германий. Металлы, которые, по мнению ученых, могут использоваться в корпусе или оборудовании ракет. Вспомним и странный обломок, найденный нами. Содержащиеся в нем редкоземельные металлы применяются в таких областях, как сверхпроводимость и производство ядерного оружия. Интересно, что когда ученые обследовали место взрыва в 1962 году, то обнаружили, что шарики распределены так же, как и срезаны неведомым ударом деревья. А Казанцев тогда заметил, что медь в шариках от медного кабеля, а Германии от полупроводников из разбившегося корабля. Так что же это? Остатки звездолета? В 1971 году Академия наук публикует секретный доклад о происхождении этих шариков. Полностью материалы доклада до сих пор неизвестны. Возможно, еще первые экспедиции обнаружили в тайге нечто такое, что наука объяснить не в состоянии или то, что имеет невероятную военную ценность. Тунгусской загадкой интересовался еще Сталин. Я разговаривал с Сергеем Павловичем. Он нам как-то рассказывал о том, как он был у Сталина. Сталин показал ему статьи и документы на английском языке о пришельцах из космоса. Королев, не знающий английского, попросил все документы взять домой, но ему было отказано. Ученому предоставили комнату и переводчика для изучения материалов. Потом опять вызов к Сталину. И вот здесь внимание. Сергей Королев высказывает мнение, что если летающие объекты действительно существуют, то не могут быть созданы американской военной промышленностью и не представляют угрозу для СССР. Они внеземного происхождения и добавил, что эти явления нужно изучать. Сталин ответил, что точно такого же мнения придерживается Курчатов. В конце встречи Сталин сказал, что эти сведения строго секретны и не подлежат разглашению. Знаменитый советский писатель Казанцев был первым, кто выдвинул гипотезу о том, что в Сибирскую тайгу упал не метеорит. По его версии произошел взрыв двигателей межпланетного космического корабля, потерпевшего катастрофу над Тунгусской. Нам удалось найти небольшое интервью, которое ученый-писатель дал незадолго до своей смерти. Только что был, который волнует всех, весь мир. И реально был годский взрыв очень похож. Вот эта схожесть и была причина того, что мой рассказ вызвал такой резонанс. Альтернативная теория, которая объясняет отсутствие кратера на месте взрыва, тоже основана на версии книги «Гости с космоса». Эта гипотеза объясняет отсутствие какого-либо вещества на месте падения. Сегодня ее считают наиболее обоснованной. Земля в тот день в июне 1908 года столкнулась с ядром или осколком ядра кометы массой порядка 5 миллионов тонн. Огромным космическим телом из льда и газа, которое сгорело в атмосфере, не долетев до поверхности Земли. Однако ряд астрономов считает, что комета должна была разрушиться в самых верхних слоях атмосферы высоко над Землей. А ведь по оценкам ученых мощность взрыва над тайгой равна двум тысячам взорванных бомб над Хиросимой. Он произошел на два часа раньше, то Петербург бы не существовал. Сегодня можно только спрогнозировать, какие разрушения принес бы взрыв такой мощности в другой точке планеты. Например, над океаном. Гигантская волна обрушилась бы на побережье. жертвами стали бы сотни миллионов людей. Недаром овянки до сих пор считают Тунгусскую катастрофу гневом богов огня и грома. За последние десятилетия эту картину апокалипсиса уже не раз описывали сценаристы фильмов катастроф. Небо начинает светиться, по улицам проносится огненный шквал, в следующее мгновение словно гигантский невидимый молот обрушивается на жилые кварталы. Дома, людей, машины сметают ударной волной, а с неба летят гигантские огненные шары и следом снова удар раскаленного воздуха. Те немногие, кто еще уцелел в этом аду, задыхаются в ядовитом облаке газа, окутавшим место катастрофы. Именно так выглядела бы Тунгусская катастрофа над современным мегаполисом. Что же произошло сто лет назад над Сибирской тайгой? Падение болида, кометы, метеорита, взрыв корабля пришельцев? У каждой гипотезы есть свои сторонники. Но современная наука пока не может разобраться с одной из самых разрушительных катастроф в истории, которую чудесным образом сто лет назад избежало человечество. КОНЕЦ